Здравствуйте! С вами Швейный Советник. В этом видео мы покажем, как обработать горловину с V-образным вырезом обтачкой. Смотрим. Нам необходимо выкроить полочку со сгибом, спинку со сгибом. Припуски включены. И также отдельными деталями выкроем обтачки со сгиба. Сгиб. Обтачки повторяют срез горловины. Ширина обтачки в готовом виде 3 см. По срезу горловины припуск 1 см. И по внутренней стороне обтачки 0,5 см. Детали выкроили. Обтачки выкроили. Продублировали. Плечевые швы обметали, стачали и разутюжили. На обтачках также стачали плечевые швы и разутюжили. Чтобы снизить толщину, припуски на швах высекаем. Внешние припуски обтачки необходимо приутюжить на 0,5 см. Если кому так будет неудобно, можно наживить вручную и приутюжить. Оставьте лопать. Вне золота. Готови. Внешний сладкий. Сверху. Оставьте лопать. Выберите гринору. Внешний сладкий. Выберите. Обтачку соединяем с основным изделием лицо с лицом, совмещаем плечевые швы и закалываем по кругу. Нам необходимо отметить место, в котором мы будем разворачиваться, это середина. Отмечаем с этой стороны сантиметр, с этой стороны сантиметр, проводим линию и находим точку поворота. Начинаем от левого плечевого шва со стороны спинки. Закрепку можно не ставить. Остановиться необходимо строго на нашей отметке. Игла остается в ткани. Разворачиваемся и продолжаем обтачивать. И входим в ту же строчку. Необходимо сделать ступенчатую обрезку. Разделяем шов. И на половину шва обрезаем только обтачку. В углу растекаем обтачку и основную деталь, не доходя до строчки 1 мм. Также растекаем в закруглениях. Делаем расстрочку. Отгибаем обтачку. Припуски на обтачку. И прокладываем строчку на расстоянии 0,2 от русла шва по обтачке. Проходим, проверяем, чтобы припуски смотрели в правую сторону. И следим, чтобы из обтачки не было наплыва. До угла можно не дойти 0,5 и поставить закрепку. Развернуться. И также отступаем 0,5 и продолжаем растрачивать. Приутюживаем обтачку. Благодаря расстрочке кант образуется практически без нашей помощи. При этом следим за тем, чтобы не разутюжить то, что мы уже заутюживали. Из основной ткани у нас образуется кант. Вот так у нас должно получиться. Теперь остается настрачить эту обтачку. С внутренней стороны закалываем обтачку и будем ее настрачивать от заутюжки на 0,2. Начинаем настрачивать со стороны спинки, чтобы закрепка была на спинке. И с изнаночной стороны. Если вы все заутюжили и обтачали ровно, то и отстрочка у вас будет такая же. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что у нас получилось. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный советник.